Так, да, друзья, еще раз. Проект «Большая охота», сейчас я его опишу, объясню. В основном я обращаюсь к руководителям агентств недвижимости, потому что если вы поймете ценность этого мероприятия, а я постараюсь ее объяснить, донести, то значит за вами и решение. Но также если вы агент, работающий на себя, этот проект вам тоже подойдет, но вам нужно будет собрать команду, то есть один агент не сможет участвовать в этом соревновании. Итак, зачем или что мы попытаемся решить? Знакомы ли вам такие состояния в работе ваших агентов? Усталость, отсутствие драйва, знают, что и как нужно делать, рейнги прошли, но не делают. Вот неорганизованный рабочий день, даже если и делают, но кое-как сделок в итоге мало, уныние как результат у них и у вас. Ну, и я не дожидаюсь ответа, это обычная ситуация, да, и вопрос, если желание это как-то изменить, ну, не знаю, хотя бы на время, а желательно вообще это искоренить полностью, но искореняется, естественно, системно только работа над системой управления. Пока что мы говорим о неком таком разовом решении, но с этого разового решения можно будет много чего взять и внедрить в систему управления. Итак, о чем же мы говорим? Ну, пока, да, вы мечтаете, скорее всего, чтобы агент каждую неделю приносил пачки эксклюзивных договоров, чтобы ваши юристы каждый день оформляли несколько сделок, ну, и чтобы денег у вас было много. И другая сторона, вы постоянно спрашиваете себя как руководители, как помочь новым агентам включиться в работу, как помочь опытным агентам работать в два раза эффективнее, как помочь людям ускориться и начать зарабатывать нормальные деньги, как из рабочей рутины сделать праздник. Вот здесь прям особое внимание на вот этот последний пункт, потому что от вот этого эмоционального заряда зависит, в принципе, все. Вот эффективность зависит от этого. И так, для того, чтобы эти задачи решить и проблемы решить, придумана игра или бизнес-соревнование «Большая охота». Бизнес-соревнование «Большая охота» или можно по-другому сказать тренинг-соревнование или соревнование-тренинг «Большая охота». О чем и что это такое? Ну, во-первых, соревнование. То есть здесь одна из самых важных частей этого процесса в том, что должно быть соревнование, должны быть команды, которые стараются сделать лучше, чем другая команда. Почему соревнование и в чем его фишка? Ну, фишка в спорте. И почему люди в спорте добиваются вот обычно выдающихся результатов? Мы в быту, мы такого никогда не достигаем. Почему спортом интересно заниматься или хотя бы на него смотреть? Потому что в спорте все построено на принципе соревнования. Вот если мы делаем соревнования, то, ну и, конечно же, вы, как участники переговорных поединков, переговорных игр, знаете этот эффект. Вот то, что мы в Казани наблюдали, это все построено на соревновательном эффекте. И вот то же самое нужно привнести в ваш бизнес не просто на уровне потренировать навыки, а на уровне достигать результата в режиме соревнования. Это вообще полезно внутри агентств иметь регулярные соревнования по разным показателям. Но это опять отсылка к системе управления. А мы говорим о неком внешнем событии, в котором можно поучаствовать. Итак, это организовать бизнес соревнований. Мы его организовали с Вячеславами и вас в него приглашаем. Приглашаем поиграть и заработать много денег. Что на них заработает, ну и как все это работает, значит, что это будет. От 100 до 500 участников разделятся по командам, ну, примерно там по 10, может быть, 15 человек. И на протяжении 6, ну, 6-8 недель, тут, наверное, даже 8, когда я презентацию писал, было 6. Но сейчас я понимаю, что 8 недель. По командам вы будете выполнять задания, которые направлены на повышение продаж. Вот конкретно двигаться по воронке. Каждую неделю мы будем анализировать или собирать у вас отчеты, анализировать результаты и составлять рейтинги команд. По большому счету команды будут заниматься тем, чем они и так ежедневно занимаются. Ну, или должны ежедневно заниматься. Но в режиме соревнования будет добавлен эффект установочных сессий, где будет, ну, там, вам будут, мы накидаем вам свежих инструментов и расширим палитру ваших навыков, палитру методик. И будем контролировать результат, как внешний ресурс контролирующий, контролировать, собирать отчеты, сравнивать. И это все будет давать мощный, как учебный, так и мотивационный эффект для ваших сотрудников, для команд, которые участвуют. В результате кто-то заработает больше и победит. Как именно участие в этом соревновании или мероприятии может повлиять на вас, вы узнаете позже. А сейчас я расскажу подробнее о программе соревнования. Большая охота, тренинг, соревнования. Ну, вот сейчас уточняю, 8 недель. Оценка результатов будет осуществляться по KPI. По процессным, прежде всего, KPI. Но и по результатному тоже. Ключевые показатели эффективности. То есть, это количество первичных контактов, которые будут команды осуществлять в режиме первой недели. Ну, не только первой, начиная с первой и заканчивая и последней неделей. Количество встреч будет учитываться. Количество договоров, которые будут подписаны на встречах. Количество сделок, проведенных за время игры. Количество или размер комиссии. И количество рекомендаций, которые вы сможете собрать за это время. Ну, как видите, это вот по всей воронке продаж. Это, по большому счету, мечта любого из вас. И это самый крутой тренинг, который можно придумать. Это тренинг, который проводит участника по всем этапам воронки. Общение с ведущим игры осуществляется онлайн, в зуме. В начале недели проводится установочное задание. Ставятся задачи для выполнения на неделю. В конце недели занятие с подведением итогов и демонстрация рейтингов, ответа на вопросы. Вот такой темп. Примерно, да, ну не примерно, а вот первая неделя. Оцифровка, разгон, генерация первичных контактов. Дается несколько методик, дается конкретные задания. Все. Вы начинаете проживать вот это задание. К концу недели сбрасываете отчеты. Каким образом будут собираться отчеты, мы уже объясним участникам. Ну, кому-то из вас придется какой-то технологический там подтянуться, чтобы уметь отчитаться. Ну, например, у вас точно должны быть записи телефонных разговоров, чтобы вы их могли скинуть. Мы не будем их слушать, потому что это жесть все переслушивать. Но мы будем иметь возможность заглянуть в них, чтобы проверить. Итак, в результате первой недели понимание текущей результативности каждого сотрудника вы получите. В 10 раз вы увеличите базу теплых контактов, потому что будет дана задание увеличить базу контактов. Вы внедрите новые методы поиска клиентов. Вы расширите или уточните скрипты для знакомства и предпродажи. Вы научитесь создавать или начнете видео, там и аудиоролики презентационные. И вы начнете внедрять активно тайм-менеджмент в работу, потому что первая неделя будет посвящена такой настройке на работу в следующих неделях. Дальше. Вторая неделя назначения встреч и подготовка к переговорам. Тоже методика назначения встреч. Одна, другая, третья. Звонок. Ну, в основном это звонки, естественно. Задания конкретные. И все, вы как бы пошли. И вот здесь нужно будет отчитываться при помощи записи звонков. Результат. Скрипт для назначения встреч в происходящем контакте и входящем. Технология продажи эксклюзива сразу же. Нужно будет ее уже для себя переформулировать или сформулировать. И использовать десятки назначенных встреч с новыми клиентами. И внедрение или начало внедрения оценки эффективности по KPI. Как бы громко заявлю, но это мечта каждого отдела продаж. И в рамках игры вы ее начнете внедрять. Ну, вернее, вы ее точно внедрите. Это будет необходимая часть эффективного проживания игры. Третья неделя переговоры, договоры. Методика 1, 2, 3 будет вам предложена. Задания будут даны конкретные, которые нужно выполнить. И вы отправляетесь. Ну, вы уже начинаете ходить. Уже начнете с прошлой недели. Ну, как бы вы их и так всегда будете делать. Но тут вы уже осознанно с каким-то новым багажом инструментария. Работаете на переговорах и отчитываетесь о проведенных переговорах. Ну, мы придумали, как это сделать. Мы вам скажем, как это сделать. Как отчитываться о переговорах, чтобы мы знали, что статистика невымышленная. Вы же соревнуетесь. Поэтому здесь наша задача будет очень непростая. Это собрать адекватную статистику с участниками. Но мы как бы знаем, как это сделать. В результате скрипт продажи эксклюзива, заключенные договора, договоры, путаюсь с этим ударением, новые объекты, выставленные на продажу. Ну, и отработанный навык проведения переговоров. Теперь представьте себе, что в этом мероприятии участвуют стажеры. То они за эти восемь недель становятся максимально готовые профессионалы. Едем дальше. Четвертая неделя – это контакты уже с покупателями. То есть мы добавляем следующую часть KPI и нагрузку. Уже нужно осознанно работать с покупателями, встречи с ними. И уже, возможно, начинаются реальные сделки. Опять методика 1, 2, 3. Задание 1, 2, 3. Все, фокусируемся на покупателях и уже на проведении, на организации сделок. Результаты. Новая база покупателей. Настроена реклама. Входящий поток клиентов. База рекомендаций. Внедрение стратегии пастуха. Назначенные встречи. Запланированные показы. Переговоры собственников и покупателей. Пятая неделя. Переговоры, договоры, торг, размер комиссии, реальные сделки. Опять мы работаем уже с этим. Несколько методик, несколько заданий на неделю. Все, вы отправляетесь, работаете. А мы каждые концы недели собираем статистику, сравниваем, рейтингуем команды. И вот этот рейтинг команд – это одна из самых важных и ценных компонентов соревнования. Даже если вы сейчас просто не будете участвовать в этой игре, но начнете у себя в агентстве, а все продвинутые агентства ведут рейтинги, у них есть лучшие и худшие, отстающие по разным параметрам, внедрите или будете докручивать соревновательную систему. Вам это поможет мотивировать для эффективности ваши отделы продаж и всех ваших сотрудников. Результат – реальные сделки, потенциальные сделки, методики торга, методики дорогих продаж и видеоотзывы клиентов. Шестая неделя – фермерские продажи, работа с базой, возврат отвалившихся, обработка возражений, методика 1, 2, 3, задание 1, 2, 3, жизнь продолжается, продажи продолжаются, хотя у вас, естественно, всегда идет однообразный цикл, новый клиент, переговоры, встреча, объект продажи дальше подключаете уже, работа с повторными, база, набор рекомендаций и так далее. В описании у меня недели за час закончились, но мы еще там последняя отчетная неделя, которая подводим итоги и выделяем победителей. Скрипт. В результате предыдущей недели скрипт по обработке возражений, возврат некоторых отвалившихся клиентов, методика работы с базой, дополнительная работа по упаковке себя и главное – это вот этот разогнанный маховик работы с рынком, начиная от холодного контакта, заканчивая получением денег. Результаты для участников гарантированы. Вот то, что точно будет у всех, кто поучаствует в этом соревновании. Значит, внедренная система оценки по KPI, вы начнете правильно оценивать работу сотрудников и научитесь увеличивать их результативность, увеличивать системно, осознанно. Будет выработано идеальное расписание дня и недели, будут написаны и отработаны все скрипты по всем этапам воронки, в разы увеличена база потенциальных продавцов и покупателей, освоены минимум пять уникальных методов поиска клиентов. Это гарантированные результаты, только если вы не будете участвовать, их у вас не будет. Если вы будете участвовать, все, вот это у вас будет. Результаты ожидаемые. Увеличение количества договоров в пять раз, увеличение количества сделок в три раза, за увеличение комиссии в полтора-два раза, увеличение личного заработка от 100 до 300 тысяч рублей в месяц, на участника, я имею в виду. Это ожидаемые результаты. Они логично ожидаемые. Будет странно, если, выполняя все правильно, вы их не получите. Стоимость участия. Стоимость участия, значит, идея такая. Для компании будет два тарифа. Минимальный тариф 50 тысяч рублей за команду 10-15 человек. Участие в двухмесячном тренинге, то есть это практически бесплатно. За 50 тысяч рублей вы участвуете на общих основаниях. Ну, просто участвуете, все будет планерка, мотивационная встреча, отчетная встреча. Мы считаем ваши показатели. Есть второй пакет 100 тысяч рублей с компанией. В этом пакете вы запрашиваете индивидуальное внимание ведущих проекта. Я или Вячеслав Горенов или Егоров. Мы анализируем ваши звонки, анализируем отчеты ваших переговоров, анализируем и даем обратную связь. Проводим для вас несколько индивидуальных встреч, чтобы помочь вам эффективнее работать. Это вот в пакете за 100 тысяч рублей. Пока 100 тысяч рублей, там посмотрим. Может быть, будет 150 этот пакет. Но пока 100. Дальше, если вы индивидуально участвуете, то с человека 5 тысяч рублей. Но, соответственно, если хотите личное внимание к вашей работе в течение проекта, то участие стоит 10 тысяч рублей. Вот такие будут пакеты. Когда мы начнем проект, на днях мы решим. Не на днях, в течение недели-двух мы решим. Я сейчас впервые озвучиваю эту презентацию. Вы впервые ее слышите. Для меня, наверное, даже интересно получить обратную связь. Вот насколько в таком формате, в таком бюджете это интересно. Ну, готовы ли вы, интересно ли вам поучаствовать. А когда это будет, в ближайшее время, я, естественно, и мы все вам скажем. Итак, все. Я закончил свой пламенный спич. Повторю, я записывал эту презентацию. Поэтому, если вы ее слушаете в записи, то пишите. Звоните, пишите через ту группу, где вы увидели или то место, где вы увидели презентацию. Хочу участвовать. И мы уже лично пообщаемся. Продолжение следует.